Национальная компания «Казахстан-Тимиржулы» выполняла планы по основным производственным показателям, а развитие компании отчиталось руководству на заседании Общественного совета «Самрук-Казана». По железнодорожным путям страны сегодня перевозят 15% пассажиров и 50% грузов. Национальная компания транспортирует стратегические грузы и те, что необходимо для покрытия основных потребителей общества. Так, в прошлом году компания выполняла план по основным производственным показателям, а для бесперебойной работы железной дороги дополнительно строят четыре линии. Это участки в центре, на юге и востоке Казахстана. Также планируется проложить вторые пути на четырех однопунктных участках в разных регионах страны. Еще в планах компании закупить 458 локомотивов. КТЖ также большое внимание уделяет социальному положению своих сотрудников. К слову, она обеспечивает работой почти 114 тысяч казахстанцев. Благодаря выросшим доходам компания смогла повысить зарплаты работников. Так, за последние два года фонд оплаты труда увеличили на 155 миллиардов тенге. В последние годы, один год за годом мы все время перебиваем вот этот исторический максимум грузооборота в Казахстане. В среднем рост идет 5-6 процентов ежегодно. И мы на сегодняшний день испытываем, на самом деле, большие инфраструктуры испытывают большую нагрузку. Бюджетная армянская авиакомпания начала полеты из Еревана в Астрахань. Отправиться в рейсы можно раз в неделю по вторникам. Раньше нужно было отправиться сначала в Ставрополь или Пятикурск, а уже оттуда автомобилем или поездом в Астрахань. Сейчас билет в один конец обойдется 8 тысяч рублей. Его можно купить на официальном сайте авиакомпании или у агентов, оплатив карты российских банков. В сезон отпусков такие рейсы – возможность путешествовать без лишних неудобств. Добавим, что граждане России смогут прилететь из Астрахани в Ереван, даже если у них нет загранпаспорта. Пересечь границу можно по внутреннему российскому документу. Национальный банк Белоруссии снизил ставку рефинансирования на 0,25%. Это уже шестое понижение за год. Размер ставки рефинансирования снизился до 9,5% годовых. Это указывает на замедление уровня годовой инфляции. Согласно показателям, экономика страны стабилизируется. Если в январе значительные ставки были 11,5%, то к концу года эксперты прогнозируют 8%. Так, годовой прирост цен уменьшился в три раза. Сейчас зафиксирован исторический минимум 3,7%. Изменения ставки затронуты обычных белорусов. К ней привязаны больше половины банковских займов. А значит, кредиты станут дешевле, а депозиты менее доходными. Если мы посмотрим индекс потребительских цен за последние полгода, очень четко просматривается, что экономика развивается нормально, цены контролируемы. Конечно, почему мы получаем такую ситуацию, когда цены падают? Потому что у нас хорошо поставлен контроль за ценами. Израильские власти утвердили план строительства тысячи новых домов для поселенцев на оккупированном западном берегу реки Иордан. Более 5,5 тысяч единиц жилья находятся в различных стадиях планирования. И пока не ясно, когда начнется строительство. Международное сообщество наряду с палестинцами считает введение израильских поселений на западном берегу незаконным и препятствующим миру. В регионе в последнее время регулярно происходят столкновения между израильтянами и палестинцами, приводящие к жертвам и раненым. Туристический бум наблюдается в Китае. Это случилось во многом благодаря национальному фестивалю лодок драконов. По подсчетам участников отрасли количество поездок, главным образом внутренних, во время трехдневного празднования превысило 100 миллионов. Это примерно на треть больше, чем в 2019. Только в городе Шэньчжэнь, известного как силиконовая долина КНР, дневной пассажиропоток в среднем увеличился на 20%. Количество запросов, связанных с поисками для отдыха, выросло в два с половиной раза по сравнению с маем. Всплеск спроса в том числе вызвала жаркая погода в некоторых регионах. Гонконг и Макао наблюдают восстановление своего туристического рынка. Есть множество предложений по авиабилетам и гостиничному сервису. Цены на средние и дальние расстояния упали. Традиционные народные обычаи становятся изюминкой поездок. Интеграция культуры и туризма стала новой движущей силой качественного развития индустрии. Субтитры создавал DimaTorzok